Каждый из нас порой задумывался, кто же является самым зрелищным бойцом в UFC. Стоит ли тратить время на просмотр того или иного поединка? И как гарантированно получить зрелище достойное внимания? Отчасти в этом нам может помочь система распределения бонусов в UFC. Ведь бонусы выдают не просто за красивые глаза. Спортсмен действительно должен устроить настоящее шоу, чтобы его получить. Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс имеет на своем счету 8 бонусов. И люди действительно ждут его появления в клетке. Также по 8 бонусов имеют Энтони Петтис, чье прозвище Шоу Тайм говорит само за себя. Ветеран смешанных единоборств Мауриси Оруо, который устраивает в клетке настоящие рубки. И еще несколько топовых представителей ММА. Но все же, кто является рекордсменом по количеству бонусов? Чьих поединков люди действительно ждут с нетерпением и не пропустят ни в коем случае? Давайте выясним вместе. Итак, это топ-10 действующих бойцов с наибольшим количеством бонусов в UFC. Так уж получилось, что бойцы, расположившиеся с 10 по 7 место, имеют одинаковое количество бонусов. А именно по 10. Потому, когда мы распределяли места, в качестве важнейшего бонуса мы брали бонус за лучшие выступления вечера. Ведь что может быть важнее, чем награда за невероятный перформанс конкретного бойца? Получив этот бонус, спортсмен понимает, что именно он сиял ярче других в этот вечер. И именно его действия отметили среди всех остальных поединков. Стартуем! 10 место. Фрэнки Эдгар. 10 бонусов. Фрэнки The Answer Эдгар. Этот боец не нуждается в представлении. Фрэнки 26 раз дрался в UFC, одержал 17 побед и потерпел 8 поражений. Оппозиция Эдгара в UFC всегда состояла из топовых бойцов. Но тем не менее, он среди этих акул смог взять титул чемпиона в легком весе и трижды защитил его. Перейдя в полулегкий вес, Эдгар всегда находился в топе дивизиона и дважды дрался за титул, уступив решениями Жозе Альдо и Максу Холлоуэя. К слову, в бою с Холлоуэем Фрэнки поставил своеобразный рекорд. Время, проведенное им в октагоне, суммарно достигло отметки в 7 часов. А если тебе интересно, кто помимо Фрэнки входит в топ-10 бойцов с максимальным суммарным временем в октагоне, видео смотри здесь по ссылке. Фрэнки сумел побить таких бойцов, как BJ Penn, Gray Minor, Cap Swanson, Chet Mendes, в то время, когда они находились на пике своей формы. Удивительный Фрэнки Эдгар и его два бонуса за лучшее выступление вечера, 7 за лучший бой вечера и 1 за лучший нокаут на 10 месте. Девятое место. Дастин Парье, 10 бонусов. Номер 3 в топе легкого веса UFC, Дастин Парье взобрался на девятую строчку. Дастин успел побывать временным чемпионом UFC и устроить несколько невероятных по накалу и зрелищности поединков. У Парье на счету 23 боя в UFC и 17 побед при 5 поражениях. И один бой получил пометку No Contest. Стоит отметить, что в легком весе из 11 поединков Парье уступил лишь 2. Нокаутом Майклу Джонсону, после которого имел серию из 5 побед, и сдачи Хабибу Нурмагомедову в крайнем бою за титул. Даймонд очень яркий и бескомпромиссный боец. Он устраивал настоящую рубку в боях с Джастином Гейджи, Эдди Альваресом, Энтони Петтисом и Максом Холлоуэм. И везде выходил победителем. Бои этого парня действительно ждешь с нетерпением, а вероятность того, что они будут скучными, стремится к нолю. Дастин в разное время забирал 3 награды за лучшее выступление вечера. 6 раз участвовал в лучшем бою вечера и даже разок получил награду за лучший сабмишин вечера. Абсолютно заслуженное 9 место. 8 место. Конор МакГрегор. 10 бонусов. Нотариус Конор МакГрегор единственный боец, который устраивает шоу не только во время боя, но и во время его раскрутки. Конор в UFC провел всего 12 боев. Кстати, о самых важных боях в карьере МакГрегора вы можете узнать в нашем одноименном топе. Ссылка вот тут. 10 боев он выиграл, в двух уступил, но при этом успел стать первым двойным чемпионом организации в двух весах одновременно. С самым высокооплачиваемым бойцом в компании, стать тренером в одном из сезонов шоу The Ultimate Fighter и получить 10 бонусов от UFC. Сейчас МакГрегор заявляет, что снова готов вступить в титульную гонку. Более того, он смотрит не только в сторону легкого веса, но и в сторону полусреднего. Посмотрим, сможет ли он снова быть достаточно дисциплинированным и голодным, чтобы оказаться на вершине. Однако, 7 бонусов за лучшее выступление вечера, 2 бонуса за лучший бой вечера и 1 бонус за лучший нокаут, как и 8 место нашего топа у него не отнять. 7 место Тони Фергюсон, 11 бонусов Устрашающий Тони Фергюсон занимает 6 строчку с 11 бонусами. В UFC он провел 17 боев, одержал 16 побед и дважды проиграл. История Тони поражает, ведь человек, который держал наряду с Хабибом Нурмагомедовым рекордную, состоящую из 12 побед подряд серию в легком весе, постоянно находился на вершине топа дивизиона и закатывал почти в каждом своем бою настоящее шоу, ни разу за свою карьеру не дрался за полноценный титул чемпиона. Конечно, Тони был временным чемпионом, разыграв титул в бою против Кевина Ли и победив сдачи в третьем раунде. Но до полноценного титульного боя Тони так и не добрался. И сейчас кажется, что Фергюсон снова оказался очень далеко от титульного шанса, разгромно проиграв Гейджи в бою за временное чемпионство. Безусловно, Бабайка все еще опасен, он заряжен и готов конкурировать с лучшими, но последнее поражение просто не могло не ударить по его уверенности. Плюсом Тони уже 38 лет, что для легковеса достаточно весомый возраст. Потому нам остается только надеяться, что Фергюсон сможет снова вернуться на свой уровень и укрепиться на самом верху топа, для того, чтобы мы с вами все-таки получили тот самый заветный бой против Хабиба Нурмагомедова. А заодно и ответ, кто же по-настоящему лучший легковес прошедшего десятилетия. А пока три бонуса за лучшее выступление вечера, шесть за лучший бой вечера, один бонус за лучший нокаут вечера и один за лучший сабмишн, и седьмое место нашего топа. Шестое место и 11 бонусов у Джима Миллера. Начнем с того, что Джим находится на втором месте по количеству проведенных боев в UFC. Этот ветеран успел подраться под эгидой самого популярного промоушена 34 раза. 20 раз Джим смог превзойти оппонентов, 13 раз он был в роли проигравшего, и однажды бой признали несостоявшимся. Миллер дрался и с топами, и с новичками, и с проспектами в UFC. А в начале своей карьеры в промоушене имел хорошую серию из семи побед подряд, но затем чередовал победы и поражения. В принципе, титульных амбиций особо не имел, но всегда находился около топа. Это отличный боец, но, к сожалению, не чемпионского именно для UFC уровня. У Миллера в активе один бонус за лучшее выступление вечера, семь бонусов за лучший бой вечера и три за лучший сабмишн. 5 место. Андерсон Силва. 14 бонусов. Бразильский паук Андерсон Силва. С таким стилем ведения боя неудивительно, что именно он держит рекорд по числу бонусов за лучший нокаут вечера. Таких у Силвы аж целых семь. Андерсон подрался в UFC 24 раза, выиграл 17 боев и 6 проиграл. Примечательно, что 6 своих проигрышей Силва получил в последних 8 боях в организации. Начиная с первого боя против Криса Вайдмана, из 8 последних боев Силва смог выиграть только один у Дерека Бронсона. Результат еще одного боя против Ника Диаса был аннулирован, так как оба бойца сдали положительный тест на запрещенные вещества. По сути, карьера великого бразильца закончилась тогда, 6 июля 2013 года, когда он по собственной глупости был нокаутирован Крисом. Однако, стоит признать, что Силва по праву считается одним из самых доминирующих чемпионов и одним из самых зрелищных бойцов в истории UFC. Как подтверждение тому, к 7 бонусам за лучший нокаут вечера прибавились 5 бонусов за лучший бой вечера и 2 бонуса за лучший сабмишн. Итого, 14 бонусов и 5 место нашего топа. 4 место Джо Лоузен, 15 бонусов. На 4 месте настоящий мастер сабмишнов и рубки Джо Лоузен и его 15 бонусов. Джо 27 раз выходил в октагон UFC, 15 из которых оказались удачными. 12 раз он был повержен. Джо никогда не избегал рубки в октагоне, и это по большей части явилось причиной его поражений. Всю карьеру в UFC его победы сменялись проигрышами. После трех стартовых побед в промоушене, его победная серия ни разу не превысила двух боев подряд. Но благодаря этому он стал тем бойцом, у которого нет хейтеров. Как можно критиковать человека, который отдает всего себя каждый раз, выходя на конвас октагона? При этом Лоузен прекраснейший грэпплер, о чем свидетельствует 17 побед сдачи соперников за всю его карьеру в ММА в целом. У Джо в копилке уместились 6 бонусов за лучший сабмишн вечера, 1 бонус за нокаут, 1 за лучшие выступления и 7 бонусов за лучший бой вечера. Настоящий воин Джо Лоузен на четвертом месте. Третье место. Нейт Диас и невероятные 15 бонусов. 25 боев в клетке UFC, 15 побед и 10 поражений. Реальный гангстер с одной стороны и прекрасный семьянин, преподающий детям уроки джиу-джитсу с другой. Человек, не проводящий и дня без курения травки, и в то же время признанный кардиоманьяк и постоянный участник соревнований по триатлону. Такой разный Нейт Диас, но в одном он всегда одинаков. В том, что во время боя он постоянно прет вперед, принимает и отдает ущерб, и старается нанести максимальный как физический, так и ментальный урон. Нейт никогда не выбирал себе соперников, дрался с любым оппонентом, никогда не сдавался и шел вперед до конца боя. Конечно, сейчас, после двух поединков с Макгрегором, Диас не так охотно соглашается на бои, хочет лишь громких вызовов и в принципе это заслуженно. В любом случае, бои Нейта всегда в цене, и люди ждут их и хотят увидеть. И каждый его перформанс может добавить к одному лучшему выступлению вечера, пяти лучшим сабмишинам вечера, восьми лучшим боям и одному нокауту, еще парочку другую бонусов. Второе место. Чарльз Оливейро. 16 бонусов. Не думаю, что вы ожидали увидеть Чарльза Оливейро на втором месте нашего топа, но это свершившийся факт. Бразилец является одним из самых награждаемых бойцов организации, при этом он лучший по бонусам за выступление вечера, у него их целых 10, невероятно. Оливейро провел в промоушене номер 1 26 боев, 17 остались за ним, 8 он проиграл, еще один ноу-контес. Вообще, стартовал Оливейро не очень хорошо, проиграв двух из трех первых боев и один бой получил решение ноу-контес. Затем он то выигрывал, то проигрывал, при этом очень часто не мог сделать лимит полулегкого веса, из-за чего бои проходили в промежуточном. Рассвет его карьеры наступил после перехода в легкий вес. Победив Уилла Брукса, он затем проиграл Полу Фелдеру, но после того поражения у Алекса насчитывается серия из 7 побед подряд в легком весе. И сейчас он оказался на седьмом месте в топ-15, находясь лишь в паре побед от титульника. Ну а в копилке Оливейро, помимо 10 бонусов за лучшие выступления вечера, также имеется 3 бонуса за лучший бой и 3 за лучший сабмишин вечер. Ну а на первом месте Дональд Ковбой Сироне и 18 бонусов. Дональд провел в UFC 35 боев, проиграл 12 раз и в 23 случаях праздновал победу. Дональд известен тем, что выходит в октагон минимум 3 раза в год, начиная с 2011. За исключением 2012, там он подрался лишь дважды. В последнее время Ковбой больше известен как яркий ударник, но при этом на самом деле это разносторонне развитый боец. Ведь не даром за всю карьеру он выиграл сабмишинами 17 раз, тогда как нокаутом лишь 10 раз, решением 9. То есть добрую половину побед в октагоне он добыл именно заставляя соперников сдаться. Сейчас у Сирона серия из 4 поражений подряд. И видимо мы наблюдаем окончательный спад бывалого ветерана. Но конечно, хочется надеяться, что он еще вернется на былой уровень. И добавит еще несколько бонусов к 7 своим лучшим выступлениям вечера, 6 лучшим боям вечера, 3 нокаутам и 2 лучшим сабмишинам. Из ныне действующих бойцов UFC шанс оказаться в топе также имеют Клей Гуида, Эдсон Барбоза, Джереми Стивенс и конечно же Джастин Гейджа. Стивенс имеет на своем счету 10 бонусов, а остальные настреляли по 9. И я уверен, что они не собираются на этом останавливаться. Что интересно, 9 из 10 участников нашего топа выступали ранее или выступают сейчас в легкой весовой категории. Как ты считаешь, с чем это связано? Почему именно легковесы забирают большинство бонусов? Пиши об этом в комментах. Нашей команде действительно интересно, какие мысли у тебя на этот счет. Ну а с тобой смотрел топ я, Иван Неуимин, это канал It's Time. Обязательно подпишись и тыкни колокольчик, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, который мы для тебя готовим и пробей свой бойцовский лайк. А я, как всегда, желаю тебе крепкого бойцовского духа, только победного настроя. Будь здоров! Каждый из нас порой задумывался. Это же является, что здесь? Так уж получилось? Напиши об этом в комментариях. Нам всем... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!